Друзья, всем привет! Одним из часто задаваемых вопросов на моем канале является, я не знаю, наверное каждый из вас хочет знать, да, ну кто-то уже знает, кто-то вновь попадает на мой канал, смотрит мои видео и у него сразу возникает вопрос, а сколько у тебя орхидей? Стоит ли доверять твоему мнению, твоему опыту, если у тебя орхидей там раз-два дообчелся, чего стоят твои видео? Друзья, у меня орхидей на самом деле не так много по сравнению с тем количеством, которое прошло через эти руки за последние 15 лет. Ввиду того, что я жил в трехкомнатной квартире и площадь трехкомнатной квартиры мне раньше не позволяла держать огромного количества орхидей, которого бы мне хотелось. Вот в этот дом, в котором я сейчас живу, мы переехали полтора года назад, полтора года назад, да. Сейчас у меня достаточно места, достаточно помещений, где бы я мог содержать своих красоток. У меня часть орхидей находится в отдельном специально оборудовываемом помещении, но значительная часть находится в обычных условиях. На подоконниках, на западных окнах, на восточных окнах, на южном окне, на северных окнах у моей мамы. Плюс еще ко всему я делаю определенные стеллажи сейчас. Благо, площади нашего дома позволяют. Так вот, за 15 лет через мои руки прошло сотни, сотни орхидей. Я их брал, покупал в магазинах, в интернете, заказывал, растил. Но ввиду того, что площадь квартиры маленькая, какую-то часть тех, которых приобретал ранее, я отдавал, дарил, продавал. Брал новые, новиночки, которые появлялись, орхидеи. И вот через меня прошло сотня, сотня орхидей. А на сегодняшний день у меня 77 орхидей. Не считая малышечек, деточек, которые еще не цвели. 77 это взрослых, нормальных растений, которые на сегодняшний день у меня есть. Плюс еще какая-то часть мною куплена в разных странах и подогревается, подращивается и летит ко мне домой. Так вот, конечно, я бы мог снять всю свою коллекцию, собрать в одну комнату, где-то расставить на полу за снятию и показать. Я не знаю, это будет похоже, знаете, как меряются одним, как мальчики меряются одними органами своими. Это не цель моего канала. Цель моего канала, когда я его открывал в прошлом году, это было то, что орхидеи доступны каждому человеку. Что орхидею может просто даже такой мужик простой, как я, выращивать легко, спокойно и непринужденно. Без каких-либо особо таких хлопот. Вот. И для этого я открыл канал, чтобы показать, как я беру обычные простые орхидеи, как я их пересаживаю, как они у меня растут. И это такой своеобразный, мой канал, это такой своеобразный видеодневник. От нуля и до развития той или иной орхидеи, которая попадает ко мне в руки и попадают видео о ней на мой канал. Как подтверждение того, что вот легко, просто и свободно можно эти орхидеи выращивать. А показать те десятки орхидеи, которые были до открытия этого канала, я не знаю, имеет ли смысл быть. Я не вижу в этом смысла. Тем более, что большая их часть на данный момент еще не цветет. По мере их цветения, по мере их цветения, я, конечно же, снимаю обзоры и буду продолжать снимать обзоры. Рассказывать о них, о том или ином сорте, как они называются, об их особенностях. И это я буду выкладывать. И по мере их цветения они будут появляться на моем канале. Но, еще раз повторюсь, что главная цель моего канала, это показать, как я беру, покупаю ту или иную орхидеи, приобретаю ее в тех или иных магазинах или в интернете, еще где-то на ваших глазах. И что с ней происходит в процессе жизни, в процессе размножения, пересадок и так далее и тому подобное. Делюсь какими-то своими экспериментами, делюсь каким-то своим опытом, который я приобретаю в процессе ухаживания за орхидеями. И еще раз повторюсь, что я ленивый архаман. Мне очень сложно ежедневно по несколько часов тратить на эти растения, на эти цветы. И они об этом знают. Поэтому я придумываю всевозможные способы и методы ухода, и их обслуживания, чтобы как можно меньше они занимали времени. Поэтому вот исходя из всего этого, у меня на данный момент именно то количество орхидей, которые меня устраивает. И то, что вы не видите в каждом видео, эти 77 орхидей, которые у меня есть, это абсолютно ничего не значит. Я на своем канале показываю на ваших глазах все растения от момента их приобретения и все этапы их развития и жизни у меня дома. Как это все происходит, с чем я сталкиваюсь и так далее. Именно в этом и заключается цель моего канала, чтобы орхидеи были более доступны людям. Чтобы их сухими, завядшими и умирающими не выкидывали на помойки. Как когда-то я 15 лет назад нашел в туалете, в общественном туалете, ту самую бабулю орхидею. Детку, которую мы сейчас разыгрываем в конкурсе, а тот, кто будет позже это видео смотреть, уже разыграли. Чтобы люди знали, как за ними ухаживать, как их размножать, как их поливать, как их сажать и так далее. Чтобы как можно больше эти красивые, божественные цветы радовали нас. Простых, ленивых, как я, архаманов-любителей. Я никому ничего не доказываю и доказывать не собираюсь. Мне часто задают, ну не часто, но иногда мне задают провокационные вопросы в комментариях. Я спокойно к ним отношусь, я просто улыбаюсь. Я живу не для того, чтобы что-то доказывать кому-то. Я просто живу и наслаждаюсь жизнью. Вот и все, чего и вам, друзья, советую. Покупайте, приобретайте орхидеи, ставьте их на подоконники, ухаживайте за ними. И они будут радовать вас своим, я не знаю, сочным, роскошным цветением, божественным. Ведь столько разновидностей орхидеи, столько родов, столько расцветок орхидеи, столько видов, а уж бесчисленные тысячи, сотни тысяч сортов орхидеи. Ну, постепенно о которых я вам рассказываю, показываю в своих видео. В общем, друзья, вот такой у меня небольшой, скажем так, лирический видеоролик. Ответ на вопрос, сколько у меня орхидей. Не забывайте ставить лайки, писать свои вопросы, комментарии. Всем, друзья, пока-пока, до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok